К другим темам и вновь в нашу редакцию обратились горожане. Все мы помним весну прошлого года, когда в Кукшетау произошло наводнение. Вода прибыла из Кенесаринского водохранилища в речку Кышакты, соответственно, вышла из берегов. Тогда особенно пострадали дома в районе железнодорожного вокзала в Кукшетау. Команда нашего проекта узнавала, как сложились обстоятельства после потопа. Жители Малой Венеции. Так сами себя кукшетауцы, проживающие в районе средней школы номер 12. Прошлой весной от наводнения наиболее пострадали дома по улице Вернацкого. Жилища обещали, так как почти пять месяцев находились в воде. Ее, конечно, выкачали, но проблемы на этом не закончились. Валентину Николаеву за 80. В доме номер 70 по улице Вернацкого проживает совсем один. Говорит, прожил здесь почти 60 лет. Проблемы с потоплением и сыростью повторяются год за годом. Кто даст квартиру эту? Больше на их не надеяться. Сказали же, если кто выкупит эту территорию, вот тогда квартиру получится. А так, все на этом точка. Обещали 30 лет сносить, сносить, никого не прописывали, а теперь нашли отговор, что выкупит, будет строить, отдаст квартиру, а больше все, больше не получится. Жильцы этих домов говорят, что Акимат в прошлом году им пообещал решение их проблем. В прошлом году местные власти выделили единовременную помощь. Каждой семье по 75 тысяч тенге. На этом пока все. Жители Малой Венеции сетуют, сколько было инстанций, запросов, писем, вплоть до президента. Вот вода немного в потуле ушла только сейчас, июнь месяц. Да, зимой невозможно было жить, это, как говорится, холод прямо под домом. Пол холодный, уже не знаем, куда писать. Сырость воняет, воняет. Раньше, когда затопило, запах скотомогильника был, представляете, если собрать это. Вот. Сейчас кто заходит, свежий человек, говорит, у вас сырость, мы уже к этому запаху привыкли. Ну сколько можно привыкать, ну что, не люди, что ли? Когда на западе скажут, бараки, они говорят, вы что, в лагере где-то живете? Бараки, это же во время войны. Концлагерь. Я говорю, вот так называется. 75 лет после победы. Победа исполнилась. И мы до сих пор живем, как нелюди. Вот. Сейчас посмотрите, этот, вот этот третий дом, скажет, что творится. Они закрыли дверь и ушли, правильно сделали. А хозяйка этого дома оставила жилище, в котором невозможно жить. Мебель пришла в негодность. С собой и взять было нечего. Все оцерело, говорит она. В этом доме мы проживали с 99-го года. До 2019 года я вкладывалась в дом сама лично. Ставила пластиковые окна, профли, забор, крыша. То есть ремонт мы делали самые дорогие. Обои все покупала. Мебель у нас дорогая. Техника вся бытовая. У меня такой плита стоила 250 тысяч. У нас все потонуло. Со 2 апреля 2019 года мы в этот дом больше не заезжали. Пришлось снимать. Сауля, мать четверых детей. Купила этот дом 9 лет назад. На этот момент дом был в хорошем состоянии. Все же большую часть своих сбережений она потратила на ремонт. Но эта радость была недолгой. Прошлогоднее наводнение разрушило пол. Мебель также стала непригодной для использования. Некоторые вещи пришлось выбросить. По ее словам, для восстановления всего дома потребуется немало средств. На данный момент многодетная семья не может себе такого позволить. Мы эту квартиру приобрели в 2011 году. Но мы тогда не знали, что... Ну как, была в хорошем состоянии. Мы здесь сделали ремонт, обои все поклеили. И вот после потопа у нас, смотрите, полы сами по себе гниют. Сами падают, видите? А у меня четверо детей. Ремонт я не могу сразу во всем доме сделать. У меня все шкафы, вон все дверцы упали. Это мы просто сейчас вот все закрыто. Вон все шкафы. В спальне вообще все. Вся мебель у меня полетела. Диван с креслами мы уже выкинули. Потому что там уже спать было невозможно. Все ушло под воду. Шкафы, вот сейчас мебель, все нужно покупать. А помощь была от Акимата всего 70 тысяч. И на 70 тысяч либо мне четверых детей им обувь все покупать, вещи, которые утонули, либо мне мебель покупать, или же этот ремонт делать. В Акимат ходим, это бесполезный вариант. Все, вы уже по генплану все ушли, все, вас нету. Но где? Мы есть, мы существуем. Большинство горожан помнит, что на этом месте раньше была баня. Однако в этом здании сейчас живут люди. Среди них и 70-летняя Айман Белялова. Когда затопило, все после этого началось. Со стены падают. Все падает. С потолка течет. Вон крышку снесло. Ураган когда. О, устала. Восемь месяцев ходили в прошлом году. По словам жителей, было много трудностей, особенно во время пандемии. Соответственно, и с требованиями карантина пожилым людям старше 69 лет не разрешалось покидать свои дома. Представить страшно, но эти люди находились в своих сырых жилищах. Коронавирус. Нам говорят, никуда не выходить из дома. Как мы будем сидеть? Мне пришлось уехать в деревню. Соседи вообще не живут у нас. Многие люди тоже временно где-то жили. Сейчас пока тепло, мы можем проветривать, заходить. Сейчас новая волна коронавируса. Куда мы пойдем? Проживаю с 2003 года. С 2003 года по 2018 я вообще никогда никуда не бегала, никакими жалобами. Крик души горожан мы попытались донести до местных властей. К сожалению, заместитель Акима города Кокшетал, Ербол Туреов, из-за занятости не ответил на наши вопросы. Нам пришлось ждать ответа от представителей коммунального ведомства. Два варианта было предложено. То есть, первый вариант был произвести оценку данных домов, независимую оценку, признать строения аварийными и, соответственно, аварийными подлящими сносу. То есть, мы автоматически этих людей ставим в очередь, четвертый список для предоставления арендного жилья. И второй вариант был предложен то, что переработать, отдел архитектуры было поручено проработать вопрос плана детальной планировки, изменения плана детальной планировки и предусмотреть на этих местах этого частного сектора многоэтажную застройку. На данный момент ПДП на городсовете был утвержден. Вот в данный момент Акиматом города прорабатывается вопрос привлечения частных инвесторов. Другой вопрос – позарятся ли частные застройщики на такую проблемную территорию.